Не, а тут же не будет квадратного уравнения. Вот смотри, так же оно линейное. Тут сколько-то есть х, и это будет равняться какому-то числу. Наша задача выделить х. То есть как бы мы в обычном уравнении находили х, если относимся к 2а, как к числу, или вот а это просто число. Умножаем все сразу на 5. Да, ты говоришь 15х минус 20а равно тут 2а х плюс 3. И переносим х в одну сторону. То есть если я 2х перенесу сюда, у нас будет 15 минус 2а х. А минус 20а переношу сюда, это будет уже плюс 20а. То есть 20а плюс 3. То есть у нас есть сколько-то х, это какое-то число. То есть это должно напоминать уравнение, не знаю, там 5х равно, но, я не знаю, 70. Как найти х? Я просто делю 70 на 5, получаю 14. В нашем случае нету чисел, поэтому для того, чтобы получить х, мы вот это 20а плюс 3 поделим на 15 минус 2а. Но это х в любом случае. Какое бы а не было, вот так мы будем искать х. Нашли его в общем виде. Для разных а разный х получится. Они хотят, чтобы найти самое большое а, при котором вот эта вся штука, то есть х, будет положительным числом. То есть мы хотим вот этот 20а плюс 3 поделить на 15 минус 2а положительное число. Мы хотим, чтобы это было что-то плюсовое. В принципе, мы можем сказать плюс делить на плюс или минус делить на минус, но можно умножить на 15 минус 2а в квадрате. И тогда будет вот такая у нас штука. 20а плюс 3 умножить на 15 минус 2а больше нуля. Почему я умножаю в квадрате число, то есть умножаю на положительное? Чтобы знак точно не менялся. Если я умножу без квадрата, то может быть такое, что знак поменяется. То есть это иногда плюс, иногда минус. Это я для себя делаю. Можно тут уже понимать, что обнуляет числитель, что обнуляет знаменатель. Например, вот здесь 7,5 обнуляет. То есть есть корень 7,1. Здесь минус 3,20. Минус 3,20. То есть если я возьму а минус 3,20, тут будет 20 на минус 3,20. Это минус 3 плюс 3, это 0. То есть это два корня. Как я эту всю штуку вижу? То есть для этих значений а это парабола, только у которой ветки вниз. То есть когда я буду раскрывать скобки, тут будет минус 40а квадрат. У нее ветки вниз, и она положительная именно между своих корней. То есть вот тут. То есть для всех а, которые от минус 3,20 до 7,5, вот эта штука будет положительной. А отсюда и эта дробь положительная будет. А эта дробь положительная означает, х будет положительной. Именно для вот этих а. И мы хотим самое большое целое. Самое большое целое. Ну тут у нас нолик помещается, единичка, двоечка, там троечка, 4, 5, 6, и вот семерка будет тоже. Это самое большое целое. Больше нету. Поэтому ответ 7. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!